Льва Николаевич Толстой Вы можете запомнить даты рождения и смерти Толстого, используя следующий прием. Запомните его, пожалуйста. Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 8 месяца. Этот писатель жил в 19 веке. И вы всегда будете знать, что 28 августа 1828 года день рождения Льва Николаевича Толстого. А умер писатель в 1910 году. Имя Льва Николаевича Толстого, как я уже сказала, вам известно, конечно, по детским его рассказам. Очень короткие детские рассказы, сказки создавал Лев Николаевич Толстой для детей. А в русской культуре и русской литературе Толстой остался как мыслитель, как философ, как великий русский писатель и очень тонкий психолог. Его отец, граф Толстой, был участником войны 1912 года, а мать урожденной княгини Волконской. И именно эти воспоминания об отце, о матери, о детстве воплотились в рассказах, сказках Толстого, а особенно в его автобиографических произведениях, таких как «Детство», с которым мы с вами сегодня познакомимся. И не только детством ограничилось воспоминание о детстве. Толстой создает еще «Отрочество» и «Юность». Вот таким образом из-под пера Льва Николаевича Толстого вышла трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Сегодня в седьмом классе мы знакомимся с первой частью трилогии «Детство». Прежде чем мы обратимся к повести, мы познакомимся с некоторыми интересными фактами из жизни Льва Николаевича Толстого. Из воспоминаний Софьи Андреевны Толстой, жены писателя. Лев Николаевич не любил молока и рыбы. Любил вишни, поглощая их в необыкновенном количестве. Был смел, но страшно боялся крыс. Еще в Севастополе однажды выскочил под ураганный обстрел неприятеля, увидев крысу. Страстный охотник, но лая собак не переносил. Легко плакал, редко смеялся, зато до слез. Обладал выдающейся чуткостью к музыке. Играл с увлечением, артистичен и прекрасно читал. При этом был застенчив. Занятия пчелами отвлекали Толстого от дома и от меня. И я часто скучал и даже плакал в одиночестве. Еще один интересный факт. Лев Николаевич очень любил многочасовые прогулки пешком. Он созерцал природу, почти нетронутую человеком. Здесь он мыслил. Особенно любил выбирать малозаметные тропинки, не зная, куда они его приведут. В кругу своей семьи он часто вспоминал знаменитую французскую поговорку. «Чтобы быть здоровым, надо много ходить и хорошо жевать». Дочь писателя, Александра Львовна, приводит интересные факты из жизни Толстого в период, когда ему было 50 лет. Она пишет, в эти годы отец трижды отказывался от коляски и отправлялся в Ясную Поляну пешком. Расстояние в 225 километров он преодолевал с ночевками в 5-6 дней. Отец никогда не любил ленивую ходьбу. Он шагал легко, точно юноша. Во время своих прогулок использовал ботинки с деревянной подошвой. Очень интересная история, рассказана этим учеником. Одна дама, приехав на привокзальную площадь на извозчике, оказалась в безвыходном положении. У нее вещи, рядом, как назло, ни одного носильщика. А поезд должен скоро отойти от перона. И тут дама увидела мужичка в сапогах, в опоясанной косоворотке, который тоже направлялся в сторону перона. «Голубчик», — обратилась она к нему, — «не поможешь ли поднести вещи к вагону? Я заплачу». Мужичок согласился, взял вещи и поднес их к поезду. Он внес их в вагон, и она, довольная, дала ему 20 копеек. Мужичок взял монетку, поблагодарил и перешел в свой вагон. Минул год. Дама присутствовала на благотворительном собрании в одном из московских институтов. Выступали разные влиятельные лица. Объявили, что сейчас перед собравшимися выступит граф Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич говорил с кафедры по-французски. А дама, глядя на него, то краснела, то бледнела и чувствовала страшное сердцебиение. В выступающем она узнала того самого мужичка, который поднес ей за 2 гривен вещи к вагону. В перерыве, сама не своя от волнения, она подошла к Толстому. «Лев Николаевич, ради Бога, извините меня. Я вас тогда на вокзале так и скорбила своим действием». Толстой узнал ее и сказал. «Успокойтесь, голубушка, ничего страшного не произошло. Тогда я честно заработал, а вы честно расплатились». Вот такой факт. В зрелую пору писатель свободно владел английским, французским и немецкими языками. Читал на итальянском, польском, чешском и сербском. Знал греческий, латинский, украинский, татарский, церковнославянский. Изучал древнегреческий, турецкий, голландский, болгарский. В Яснополянской библиотеке писателя собраны книги более чем на 30 языках. Собственные педагогические идеи Толстой изложил в специальных статьях и доказывал, что основой обучения должна быть свобода учащегося и отказ от насилия в преподавании. В 1862 году Толстой издавал педагогический журнал под названием «Ясная поляна». Издавал книжки для чтения в качестве приложения, которые стали в России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как составленные Толстым «Азбука» и «Новая азбука». В 1859 году Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей. Помог устроить более 20 школ в окрестностях Ясной поляны. И это занятие настолько увлекло Толстого, что в 1860 году он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами Европы. Толстой много путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне, где часто виделся с Александром Ивановичем Герценом. Был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии. Изучал популярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. И, наконец, познакомившись с некоторыми фактами жизни Льва Николаевича Толстого, мы обращаемся к одному из лучших периодов его жизни, я думаю, любого человека, детству. Толстой всегда будет называть эту пору радостной, незабываемой и самой счастливой. Он так и говорит – радостный период детства. Последний факт. Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, урожденная княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще и двух лет. Но по рассказам членов семьи он хорошо представлял себе ее духовный облик, некоторые черты матери, блестящее образование, чуткость к искусству, даже внешность. Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнился писателю добродушно-наснешливым характером, любовью к чтению и охоте. Посмотрим, какие впечатления детства отродились в произведении. Итак, глава «Маман». Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить воображение черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. «Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее кори и глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики. Шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня». Николенька действительно чувствует чистую, открытую, очень искреннюю любовь своей матери. Далее герой знакомит нас с сестрицей Любочкой, Марьей Ивановной и своим учителем Карлом Ивановичем. Более подробно с учителем Карлом Ивановичем мы познакомимся в главе «Классы». Но первые упоминания возникают уже в главе «Маман». Итак, учитель Карл Иванович, не обращая ровно никакого внимания ни на кого, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, прихнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли. Подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время, как он целовал ее руку. «Их данки либы?» – Карл Иванович. И, продолжая говорить по-немецки, она спросила, хорошо ли спали дети. Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить свои головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. «Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мелько мог увидеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе». Мы видим, что наблюдение ребенка, наблюдение за поведением взрослых очень интересно. Причем, заметьте, Лев Николаевич Толстой пишет свою повесть, будучи взрослым человеком, а изображает он 10-летнего мальчика, используя рассказы о своей семье, о своем детстве и то, что осталось у самого в памяти. И вот такая интересная позиция, взгляд с позиции времени, философский взгляд взрослого человека на то, что происходит с ребенком. Вот каковы философские размышления детской души. «Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно». Любовью к матери проникнута не только глава маман, но и все воспоминания Николеньки. «Мать» — это источник самого прекрасного в жизни ребенка. Что за человек был мой отец? Обратимся к этой главе. Он был человек прошлого века и имел общей молодежи того времени неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. Интересно, что в дальнейшем вся глава построена по такому же принципу синтаксического параллелизма. Он был, он умел, он любил. Большой статный рост, странная маленькими шажками походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении, пришептывание. И еще большая во всю голову лысина. Вот наружность моего отца. С тех пор, как я его помню, наружность, которой он умел не только прослыть и быть человеком удачливым, но нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга и был там уважаем. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобство и наслаждение, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящей связи, которую он имел частью братства моей матери, частью по своим товарищам молодости. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному, но зато он одевался оригинально и изящно. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепиано романсы приятеля своего. В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, но единственное на основании практическом. Те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье или удовольствие, он считал хорошими и находил, что так и всегда всем поступать должно. Отец в своей серьезности и строгости кажется ребенку загадочным, но бесспорно красивым человеком, любимым человеком. Мы сейчас с вами обзорно рассмотрели две первые главы «Маман» и «Что за человек был мой отец». Я рекомендую вам прочитать полностью две первые главы, а также избранные главы, помещенные в учебники. Это «Классы», «Наталья Савишна» и «Детство». На следующем уроке мы попытаемся проанализировать оставшиеся главы повести детства.